Да, вот одна из сильнейших пар Франции, наверное, не только Франции, но и Европы. Друзья, я хочу попросить прощения. Тут у нас седьмые, конечно, Леонид Крейл и Оскар Петтер сейчас занимают седьмое место. Зависли тут компьютеры, поэтому не было обновления и не учитывался результат Барбары Сильной Дмитрия Мацука. Ну а сейчас посмотрим за французами, потому что здесь действительно есть на что посмотреть. Тренирует их Муриэль Зазуи. Обратите внимание, совсем другие дуги. Вот сейчас заходят на крюк, четко от ноги шаг. И вот сейчас они обкатаются. Вот этот угол, да. Вот они, посмотрите, обкатали полностью угол. И угол с той стороны. То есть они полностью соблюдают рисунок. И кросс-ролл. Посмотрите, начинает четко от борта, середины. Сейчас даром быть так, дуга, кросс-роллы, маховая дуга и вторая серия. Пошла вторая серия танца. Танцоры, все танцоры исполняют две серии танца. И покрыть рисунок, и исполнить в характере. Это основная задача, основная задача спортсменов. Четко по своему рисунку, как по рельсам прошли французы. Ну, идут один в один прям. Очень неплохая амплитуда работы ног. Может быть, нет той легкости, которую хотелось бы увидеть в аргентинском танго. Но при этом есть, знаете, такая внутренняя сдержанность и экспрессивный напор в их катании. Да, очень неплохая скорость, кстати, исполнения. Очень. Скорость тоже важна. Продвижение по льду тоже важное. Судьи обращают на это тоже внимание. И концовка в характере, кстати, характерное движение аргентинского танго. Да, вот эта вот сдержанность и допустимая вольность. В меру допустимая вольность партнершей в отношении к партнерам. Да, довольна, довольна команда. Да, Муриль Зазуи, Роман Хагенауэр. Довольны спортсмены. Неплохой прокат, очень неплохой прокат. У них очень яркий оригинальный танец в этом сезоне. Это испанская фламенко. Но мы это с вами увидим, конечно же, не сегодня. Вообще, в этом сезоне нам с вами, дорогие друзья, повезло, потому что темой оригинальных танцев была выбрана музыка народов мира. Фольклорная. Фольк мюзик, да. Народная музыка. Поэтому очень мало одинаковых танцев. Тут мы с вами увидим и украинский народный танец, и русский народный танец, и цыганочку. Причем цыганочку разных. Чартерс будет, естественно. Чартерс будет, да. Чартерс, польки будут интересные. Да, действительно, какой-то правильный выбор. Индийский танец будет. Да, очень интересный выбор, очень музыкальный, характерный. Да. Народная музыка, она, по идее, всем нравится. И нет равнодушных людей к народной музыке, да. Оригинальный танец практически смотрится как произвольный. Во-первых, это костюмы, конечно, разнообразные костюмы. Зрители получат огромное удовольствие от музыки, от костюмов. И главное, что спортсмены достали удовольствие исполнять этот оригинальный танец. Да, потому что достаточно такая свободная тема оригинального танца позволила выбрать ту музыку, ту тему, которая близка паре и близка постановщикам, тренерам. Поэтому всех танец, так скажем, от души будет. Но это, конечно же, мы увидим не сегодня, а позже. А пока что вот оценки Натали Пешалай, Фабиена Бурза за их аргентинское танго. 34,87 – это их лучший результат. Вы знаете, они практически его повторяют. Практически 34,82. Они 0,05 уступают своему лучшему результату. Ну, с этим результатом они сейчас, конечно, занимают второе место. И уступают они совсем немного, Танет Белбин, Бенджамину Агосту. Уступают всего лишь 0,2 балла. Да, то самое падение на Твизлах Танет. И мы видим, что даже уже Натали Пешалай, Фабиен Бурза наступают американцам на пятки. Здесь камеры по Дворце спорта Скандинавия установлены и на тренировочном катке, и в тренировочном разминочном зале, где готовятся к выступлениям фигуристы.